Наш общий дом. В этом году в стране отмечают 20-летие Ассамблеи народа Казахстана. Все это время она выступает гарантом единства казахстанцев. Свой вклад в сохранение мира и стабильности вносят представители духовенства. О межнациональном согласии с настоятелем Петропавловского собора отцом Сергием говорила Александра Солмина. Казахи, русские, поляки, немцы, татары, украинцы. Больше 130 национальностей проживают в Казахстане, исповедуют разные религии. И несмотря на все свои различия, могут найти общий язык, говорит настоятель Петропавловского собора отец Сергий. Все мы в Адаме и Еве, братья и сестры. И поэтому те традиции, которые сложились за эти годы в нашей североказахстанской области, очень трудно переоценить. Во все праздники великие, на мусульманские праздники, христианское духовенство, в красивых одеждах, с подарками, идут в мечеть, поздравляют священнослужителей. Также в христианские праздники мусульмане приходили в кафедральный собор и там также приносили искренние слова поздравления. Национальное единство и согласие в обществе – одни из самых главных условий развития государства. Эти ценности дарят гармонию и безопасность каждому казахстанцу. Охранит их Ассамблея народа Казахстана. Наступивший 2015-й, кстати, объявлен годом общественного института. 1 марта объединению исполнится 20 лет. Больше 15 из них активное участие в работе Ассамблеи принимал и отец Сергий. Совсем недавно за вклад в укрепление мира и благополучия нашей республики ему вручили медаль. Президент счел возможным наградить меня вот этой высокой наградой общественного мнения Ассамблеи народов Казахстана. Ну, конечно, это может быть не столько мои усилия, сколько усилия всей нашей церкви, но все равно приятно. Глава государства Нурсултан Назарбаев о важности мира и согласия говорит постоянно. Представители духовенства президента страны поддерживают. Это большое богатство, считает отец Сергий. И сегодня его нужно не только сохранить, но и приумножить. Александра Салмина, Михаил Казначеев. Новости МТРК.